МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадуя компании Гомерю, студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуском. Поселная без нечаканностей и здоровья. Инспекторы працы областного объединения профсоюза проверяют сельско-господарчые предприемства. Шпаконя, як символ весны, Жихароу в Будакашалевском районе собрал уникальный фестиваль. Офисная гимнастика и скандинавская ходьба. Гомельчан запросили на территорию здоровья. Светки у воскресенье Христова. Шедевры белорусского иконопису представил палац Румянцевых и Паскевича. А зараз об этом иншим больше подробязно. Президент Беларуси пропанует сформировать под эгидой ААН глобальную стратегию супредстояния новым выкликам и погрозам. У ее основе повинна лежать международное право. Об этом Александр Лукашенко заявил сеньян на сустрече с керавниками делегации у дельников посяжения Совета Министров замежных справ СНД. Еще одна инициатива Беларуси выпрацовка примальных для усих принципов супрацовниства в Европе. Об стратегичном партнерстве у военно-технической сферы и шла размова сеньян на сустрече президента Беларуси с министром обороны Китая ВФНХ. Як отзначу Александр Лукашенко, Китай дыграу выращальную роль во умоцовании обороноздольности Беларуси. Вы допомогли нам створить сучасные космичные подразделения, отправить на орбиту спадорожник. Мы с вами створили у Беларуси самый сучасный центр кераванья полетами. Я удячна вам за ту безвыплатную допомогу, якую вы оказываете нашей армией, под крыслю керавник державы. В ФНХ Беларусь наведвае у першыню галонное метавизиту у мацевани супрацовництва у военной сферы. Размова про обмен вопытам у подрыхтовцы военнослужащих, проведение суместных вучэннях и тренировок. Протягиваем выпуск. Инспекторы працы Гомельска областного объединения профсоюза за три тыдни выявили у сельско-господарчих предприемствах коля 600 порушэння у правиловаховы працы. Отповедные проверки проходят в рамках обвешанного Федерации профсоюза у Беларуси месячника безпеки напереда днепосяуной. Олег Синцеров протягнет тему. Как чекается массовая субога в Гомельском районе, почнется на наступном тыдне. Пакуль, наш мотаке палетки, техника выйти просто не можа, а тому термины пасяной будут стипалами, а работы напруженными. Там божь значная увага повинна быть до беспеки працы. Пакуль, ситуация заховы працы далекая от идеальной. За три тыдни инспекторы областного объединения профсоюзу проверили коля 60 сегас-предприемств и выявили омаль 600 порушений. Господара, где заваг не оказался, увагу и практически не было. Иншая справа, что гэта я личба все-таки меньше, чем была летость. Терп наибольшь распосюдженных заваг, отсутность спецотденья, неналежные социально-бытовые умовы, выкористание саморубных, пристосованием. Многие порушения ликвидуются практически одразу, у некоторых выпадках потребны додатковые часы и сродки. Значная надея на допомогу громадских инспекторов працы, яке сегодня есть на всех предприемствах, правда, некоторые керунги их заваги игноруют, но вот они одетят все на то, что при несчастном выпадке они будут нести персональную отказность. Нормальный руководитель понимает, что общественный инспектор это не инспектор, а это просто-напросто помощник, когда где-то он сам не нарушает вопросы охраны труда и останавливает своего коллегу, чтобы, не дай бог, не произошел несчастный случай на производстве. К сожалению, прошлый год у нас дал рост смертельного травматизма по области на предприятиях Министерства сельского хозяйства и Агропрома. У нас произошло рост в прошлом году семь смертельных случаев против двух позапрошлых. Наявность сродку пожаротушения и медицинских аптечек, проходжение работниками инструктажу по хобби працы, организации перед рейсового огляду, профсоюзных инспекторов працы, текают и все. Особливая увага техничному стану сельскохоподатчих машин, на обтушках фабрицы «Рассвет», деля створения обеспеченных умов для механизаторов, практически полностью отмываются от допомоги работных организаций. За стан техники отказывают в первую очередь водители, и он же при необходимости разом с работной бригадой выполняют основную участку работы. Как выник, не только увеличивается термин эксплуатации тракторов, и они полностью отправляются всем потребованиям по безпеки працы. Много лет уже практикуем именно закрепление конкретной техники за конкретным механизатором. То есть человек несет и ответственность за нее, и знает ее, как свои пять пальцев. Поэтому мы технику не отдаем сторонней организации для ремонта, что позволяет и удешевлять ремонт, и как из опыта следует качество выше все-таки, потому что человеку на ней работать, и он с пониманием относится. Действительность гаражных кооперативов на территории областного центра сегодня разглядели на посаджении гомельского харвы Конкама. Заразу областным центром дейничает 158 гаражных кооперативов. У них створено маль 30 тысяч мест для заховывания транспортных сродков. Основная колькость гаражных кооперативов находится на территории Чехуночного района Гомеля. У Новобелецким зараз вядется будовництво подобного объекта. С учетом того количества нуждающихся в местах по охране транспортных средств будет определяться как предложение рассмотрения управленной архитектуры городостоятельства совместной землестроительной службой городсполкома рассмотреть возможности дополнительных земельных участков на территории города для формирования гаражных кооперативов с учетом очереди нуждающихся. У Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий мясовых уладов. Сема ха красавика с вороты грамадян будет принимать наместник старшини Гомельская Аблова-Канкама Владимир Харбачеву. Нумер телефона 33 12 37. У Гомельской МХАР в Иконкаме промой линии проведе наместник старшини Сергей Андреев. Звертаться треба по номере 75 63 33. Промые линии будут працавать с 9 до 12 1. У Будакашалевским районе прайшел фестываль шпаковняв свята вясны народных майстерства и творчасти. Дмитрий Котов наведал мероприемства аналогов, якому нема у нашим регионе. Районный фестываль шпаковняв у першиню прайшел у 2016 годзем. Летось у якости эксперименту яго вырешили провести только на сельских территориях. Однако потом вернулися до першопочаткового формату, как свято объедновало людей из усяго района. Фестываль закликан и звернуть увагу детей и дорослых до проблемы захования и обороны новокольного сиродзия, у приватности видовой разностайности птушек. Кожная шпаковня оценивается по множеству критериев. Материал выработки, аккуратность выконания, оригинальность, дизайн, а так само функциональность. Жихары района до подрыхтовки подошли креативно. Стольки шпаковня у самых розных форм и померов на врате десустрянешь у одной мессы. Члены журы с полной серьезностью означают, что обрать лепшую работу с этой разностайности практически немогчимо. Тем больше, когда конкурсные выработки створали не просто мастровитые и творческие жихары района, а люди, которые уклали в эту справу свою душу. У нас население очень активное. Что касается любого мероприятия, к этому тоже отнеслись довольно-таки серьезно. И вот такой вот даже символ нашего Будокошелевского района, ушастая сова, был представлен школой. Это сделал наш физрук школьный. А кроме конкурса лепших шпаковников на фестивале продугледжены еще два выпробования. Одно из них майстер-класс на худкость працы. Зразумело, заготовка материалов была сделана за год. А ось как собрать домик для птушек конкурсантам необходимо укласти у шесть хвилин. предварительный домашний заготовок, чтобы потом за краткое время их сборку произвести. Здесь практически домик разборный, имеется там и подстилочка и все, и надпись. И все оно собирается без практически гвоздей на таких специальных заклепочках со всех сторон. А пушное выпробование конкурса брадовых песен. И тут же хоры района смогли продемонстровать прихожость народного фольклора. Фестиваль Шпаковня объединял людей самых грозных взрослых. Людей, которые имеют желание сохранить природную уникальность своего района. Людей, которые колотятся про птушек. Шпаковня после фестиваля станут их домиками, упривожить сады и арт-объекты. Данный конкурс является по-настоящему народным. Это тот конкурс, который не включается административный ресурс. Это тот конкурс, которым движет талант, творчество, инициатива. Показывает желание украсить нашу малую родину, нашу Будокошелевщину своими оригинальными ручными работами, которые отличают нашу именно местность от других соседствующих и любых других в Республике Беларусь. В конкурсе обрадовых песен перемогла Валерия Михаленко. У майстер-класса хлебши выник показали жихары Комунаровского сельсовета. В конкурсе Шпаковня у Крылске и Чебатоевске сельсоветы заняли третье и другое место, а переможцем стал Кашалевский сельсовет. Комунаровский сельсовет отримал гран-при як самый активный во всіх конкурсных выпробованнях. Подобного фестивалю на Гомельшине нема, однако организаторы планують у перспективе запрошать гостей з інших районов и вывести его на областный узройнь. Дмитрий Котов, Явген Макеенко, отели радиокампания Гомель, Будокашалевский район. Восьмого красавика у Гомеля отбудется хрестный ход по храмах с животворным огнем и перасоной званицей. Святыню из Ярусалима доставить подчас ночного великодного набаженства у Свято-Петропавловский кафедральный собор. Атулю 11 годин почнется шесте огню по храмах Гомеля, а так само хрестный ход. Святый огонь смогутся трымать усе жадаючее. Шедевры белорусского иконопису 17-го первой половы 19-го стагодзе зараз можно убачить у Палаце Румянцевых и Паскевича тут открылась выстава под назвой «У воскресень не Христова бачивши». Уникальные экспонаты представил Национальный Мастацкий музей. Першопочатково белорусские майстры створали творы иконопису згодно выявленшим складанную орнаментыку и символику. Одмысловая манера письма, особливый стан в образах и ликов, тонкая передача духовной близкости народа и бога явления. Представленные работы демонструют уникальный сплав у сходних и заходних тенденций иконопису. Долгий час гэтые экспонаты находились на рестаурации за складанности одновления первого малявничного пласта. У Палаце Румянцевых и Паскевича разместилось больше забытку. За поздние 20 годов они покидали стены Национального Мастацкого музея только некольки разов. В 2016 году выстава с триумфом прошла в Ватикане. Эти произведения выставлялись в соседнем зале пинокотеки, там, где можно увидеть великие имена того же Микеланджело. Эти произведения производили не менее широкие фурор на зрителя, потому как в Минск приехала книга отзывов, которая пестрит самыми хвалебными отзывами. Поэтому мы можем сказать точно эти произведения искусства мирового уровня. Офисная гимнастика и скандинавская ходьба. На пляце у Цигомельского державного медицинского колледжа сегодня працавала территория здоровья. Мероприемство примирковано до сусветного дня здоровья, який означает 7-го красавика. Все лета его девиз здоровья для усих. Это значит, что даже доступные к каждому измену власть жизни, такие как здоровое харчевание и регулярная физичная активность, снижают вероходность захворвания и хвороходность ярче и каждый год ученцы и педагоги колледжа стараются пропоновать жихарами гостям города нечто новое и цикавое. Все лета на территории здоровья представили мастер-класс по офисной гимнастыце и скандинавской ходьбе. Стали взаимодействовать со школой скандинавской ходьбы белые ходоки, потому что это тоже замечательное направление двигательной активности. Оно пригодно для всех, начиная от маленьких детей и до глубокого золотого возраста. И вы тоже видели, что наши учащиеся, вначале у них не получалось, но потом получилось все замечательно. Я и сама уже второй год тоже хожу со скандинавскими палками и тоже вижу, что эффективность очень замечательная. На территории здоровья все ожидающие могли вымирать артериальный тиск, сделать экспресс-тест на ВИЧ и познакомиться с принципами здорового харчавания. А наученцы у колледжа ждал приемный сюрприз до початку велосезону, открытие новой велопарковки. Это и так и другие новины вы можете найти на нашем сайте по адресу www.tvrgomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивные огляды. Я с вами развитываюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Прошлой ночью спасатели региона выезжали на пожар в деревню Маканович Реческого района. Там горел фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет, но уже есть предположение, кто виноват в случившемся. Предварительная версия пришедшего пожара это нарушение правил эксплуатации печного отопления. И что хотелось бы отметить, что предлагалось органам подразделения по чрезвычайным ситуациям устранить нарушение, то есть устроить разделку в данном печном отоплении, что в принципе сделано не было. Соответствующее разбирательство проводится к виновным должностным лицам со стороны органов государственного пожарного надзора будут приняты жесткие меры. В Мозырьском районе в деревне Бибики на пожаре погиб мужчина. Спасатели выезжали по сообщению сегодня в 4 утра. По прибытии первых подразделений к месту вызова горела крыша бревенчатого дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу возле печи было обнаружено тело хозяина дома. Мужчине было чуть больше 30. Пожар ликвидирован спасателями. Предположительная причина возгорания неосторожное обращение с огнем при курении. На Днепре в Реческом районе выловили браконьеров. Мужчины сообразили на троих, только неудачно выбрали место, время и снасти для рыбалки. За выловленные 3,5 килограмма рыбы им придется выплатить государству 3000 белорусских рублей. Расположились на затоне реки Днепр на территории, которая относится к фонду запаса рыболовных угодий Реческого района. В качестве орудий лова мужчины решили использовать сети и совсем забыли нерадивые добытчики о запрете налов всех видов рыбы в Гомельской области, который, напомню, действует с 20 марта по 18 мая. Работниками Гомельской областной инспекции охраны животного растительного мира были задержаны трое граждан, местных жителей, которые осуществляли незаконную добыч рыбы запрещенными орудиями рыбоводства тремя сетями общей длиной 120 метров. На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа Реческого РОВД. В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча рыбы с причинением вреда в крупном размере». Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта в студии. Михаил Садовский. Здравствуйте. Гомель и Жлобинский «Металлург» провели очередные поединки хоккейного турнира развития. Столевары на выезде уступили лиде 3-5. Рыси также в гостях встречались с Брестом. На экваторе первого периода Илья Жуковский вывел гостей вперед. Спустя ровно 20 минут игрового времени Александр Еронов удвоил преимущество Рысей. Голевым стал и экватор третьего периода. Николай Мирончик подарил надежду на благополучный для хозяев исход поединка отквитав один гол. Развить успех Брестской дружине не удалось. 2-1 победа Гомеля. Уже завтра команде Олега Хмыля предстоит вояж в лиду и поединок с одноименной командой. «Металлург» следующий поединок турнира развития проведет 10 апреля. Соперник белорусская молодежка У-20. В мини-футбольном чемпионате Беларуси сегодня стартовала игровая программа 27-го тура. Представители нашего региона проведут свои встречи завтра. Гомельскую команду ВРЗ и Светлогорск ожидают выездные поединки. Вагоностроители играют с Борисовым 900, а Светлогорск с Микошевичским гранитом. Гомельская БЧ ждет в гости Брестский аматор. Матч на паркете спорткомплекса «Локомотив» стартует в 14 часов. За 4 тура до финиша гладкого чемпионата железнодорожники занимают 6 место в турнирной таблице. Светлогорск 13-й ВРЗ возглавляет табель о рангах. Областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по дзюдо состоялась в Гомеле. Возраст участников 14-15 лет. Соревнования командные. Спарцмены защищали честь своей спортивной школы. От выступления каждого напрямую зависел общий результат. Победитель областной спартакиады будет представлять регион на республиканском турнире. Сейчас в гомельском дзюдо идет процесс смены поколений. К юниорским соревнованиям самое пристальное внимание со стороны руководства национальной команды. Чемпионские традиции в регионе есть. Единственная золотая медаль олимпиады в этом виде спорта на счету нашего Игоря Макарова. Не исключено, что среди этих юношей и девушек на татаме есть те, кто в будущем будет писать историю белорусского дзюдо. Мы выиграли республику по кадетам. Мы выиграли республику до 21 года. Поэтому как бы за дел у нас есть работать, работать и еще раз работать. В соревнованиях юноши и статус фаворита подтвердили воспитанники из Дюшор Гомельского района. Они выиграли областную спартакиаду. На втором месте хозяева татами команда с Дюшор Гомсельмаша. Замкнули тройку сильнейших дружина Гомельской с Дюшор профсоюзов по борьбе. В состязаниях девушек тон задавали спортсменки из небольших райцентров. Первое место у Чечерской спортшколы. На второй строке дружина из Ельска. На третьей девушки из Лоева. Кстати, в российском Санкт-Петербурге 14 и 15 апреля состоится Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. В составе сборной Беларуси три представителя Гомельской области. За награды поборются Виктория Новикова, Ульяна Миненкова и Артем Васильев. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова